друзья всем привет ну наконец-то я получила своих корейцев 32 дня в пути я если честно думала что придут вообще ну трупы потому что 32 дня это конечно же срок это не каждый человек выдержит 32 дня в темнице вот а тут суккуленты но как оказалось суккуленты себя оправдали то что они живучие растения то что они удивительные растения конечно же вот они показали себя ну чему и несказанно рада конечно большая часть потянута она будет продаваться по оценке то есть оценка будет ниже закупочной стоимости я даже не буду включать туда доставку часть растений будет продаваться по той цене по которой планировалось потому что растения все хорошие и многие хеверии просто подсушили листики посылка кстати усохла в пути на почти на 300 грамм вот была куча сухих листьев я даже получила посылку с уведомлением акт о том что посылка не вскрыта но утеря в весе почти в 300 грамм смешно не знаю растений очень много я наверное даже в 40 минут не вложусь если буду каждое расписывать и рассказывать просто будут показывать вот постараюсь побыстрее это иониум велюр не потянутый просто позеленел сейчас под лампами он будет такой же темно-вишневый сейчас переверну вот такой о нем так дальше у нас и хеверия шалот это вообще красавица будет темно-вишневая но цвет сейчас не смотрите на этот цвет и не смотрите на мой палец и дает цвет у них у всех конечно же утерян потому что 32 дня это как я уже сказала срок они быстро наберут цвет под лампами это не критично самое главное что вот растение живое что она вполне достойная и там уже ждущие корешки есть то есть сейчас его сажая и все и он попрет так дальше у нас и хеверия кисос это вообще красотка доехала только сжалась и ничего с ней не произошло также ждущие корешки в общем ждет посадки этой ага агава варигатная она у нас была под заказ то есть она продажи не будет есть от такой ага вы детка в продаже это где она есть вот она это детка вот она вот она растение классная конечно классная и редкая это красова текта украсывал и потянулись только цветоносы все вас там в остальном она замечательная это вообще удивительное растение сейчас вам покажу свою мимишечка такая она у меня зацветает смотрите какая игрушка удивительная текстура листьев вообще очень интересная вот выпустила каждая розеточка выпустила цветонос не знаю как она пахнет вот красова ausensis titanopsis пахнет просто изумительно я вообще я наслаждаюсь несколько дней уже этим запахом вот она уже цветает у меня вот но запах вообще обалденный вот кстати такая красота же на красота же в продаже есть запах просто вот снова сшибательный я сначала не поняла что так хорошо пахнет на полках начала нюхать ну и донюхалась нашла это пахи фитум фрэвелл тоже прекрасно дошел прекрасно сохранился пухлячок так это 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 их и верия синдерелла золушка продаваться будет по головам здесь четыре растения ждущие корешки везде есть и хеверия лапин она пойдет по уценке но растение такое классное сейчас покажу свою вот моя лапин это гибрид лау и хеверия тукспан при разных условиях содержания на бывает разное ставлю фотку я уже когда-то показываю когда до этого привозила очень такое интересное растение очень интересная краска надеюсь может быть под лампами на меня такой станет он даже если не станет она прикольные листики такие нежные пухлые налет мощный классная и хеверия монбланк гибрид и хеверия лау и хеверия атлантида то же самое цвет потерян чуть-чуть там под вытянулась не критично быстро восстановится вообще гибриды лау конечно все уникальные жирными листьями с плотным налетом цвет у них невероятный под лампами в этот раз много гибридов лау я привезла сейчас по порядку это их и верия вайлит квин она пойдет по уценке растение потянутая но она быстро растет быстро я сажала сейчас где я свою достала сейчас покажу я сажала прям совсем капелюшечку вот она практически за лето вот в такую превратилась и уже родила деть а вот сажала я приблизительно вот такую деть которую вы сейчас видите рядом с мамкой листик я отломила когда доставала растение с улицы там вот еще березовый лист пристал ну такое интересное тоже растение налет у нее цвет листьев под лампами она будет вообще сиреневого розового цвета очень красивая но она еще у меня молодая то есть вот вся красота ее будет тогда когда она ну хотя бы еще полгодика поживет очень хорошо наплодится она вот так вот выпускает детей моя пока 1 выпустила но я смотрела там у нее еще под юбкой намечаются несколько точек эхиверия то лимоненсис растение не тянется но вот эта розетка наверное два листа или три ну даже кажется 2 отсушила а так доехала прямо замечательно смотрите у нее вообще не нарушена структура не нарушен налет то есть как будто замерла но питалась вот этими двумя листьями пока ехала сейчас покажу вам свою то лимоненсис у меня их 2 2 не стала доставать вот одну покажу вот красотуля вот эти конечно растения удивительные вот это растение обожаю еще обожаю онгу и кулату где у нас онгу и кулата вот приехали онгу и кулаты растение подтянуты но уценки на них не будет так как растение очень редко его очень сложно достать вообще она практически не встречается в продаже сейчас покажу вам свою ну мою показывать даже мне кажется смысла нет потому что моя была очень маленькая она долго очень болела но у меня сожглась на солнце но вот у ингу кулаты очень интересный налет он как будто сползает и остается как треугольничками на листиках но сейчас на моей это не очень хорошо видно а вот на взрослых экземплярах тех которые уже хорошо растут но треугольник виден им будто вот стерли специально на самом деле она сама так растет она будет темнее она будет темная но моя я говорю тут прям у нее и середины листья отсохли из-под ствола потому что я ее забросила пока она давала корни я про нее вообще забыла когда вспомнила ее сожгло солнце то есть одну сторону ей вообще у нее солнечный ожог был она очень долго приходила в себя но сейчас пришла ничего будем жить эхиверия pink шампанское розовое шампанское растение подсохло видны вот морщинки на листиках но ждущие корешки и все с ним будет хорошо ну я считаю доехала прекрасно не потянута совершенно вот моя pink шампанское вот pink внутри уже видно что она pink она краснеет и тыльная сторона листа краснеет и внутри вот это растение всегда окрашивается прям вот изнутри смотрите как интересно будто там прям что-то влили в нее какую-то краску но интересно растение не тянется никогда не тянется с досветкой без досветки без досветки просто не будет она ярким но тянуться не будет вот что мы и видим на этой розетке который ехал 32 дня эхиверия ланзане и отсушила конечно ряд листьев но не потянулась и все равно в строю растение удивительной красоты просто уникальное я наверное раз по моему привозила такие или может быть два раза ну раз точно привозил оставляла себе там дохлую детку она у меня так и не принялась я очень долго жалела ну вот это одна пока розетка она напоминает форму розы когда во взрослом состоянии вообще классная это эхиверия сурьон тоже гибрид лау обалденная замечательная розетка мощная крупная тяжелая не потянутая совершенно не потянутая даже нижние листики вот будто замерли то есть они даже не раскинулись но доехала вообще удивительно прекрасно ждущие корешки и то же самое красота эхиверия сван лайк растение не потянута просто выцвела очень хорошо середина сейчас на свету она быстро окрасится и за пару недель ее вообще не будет узнать но это уже вот то что я говорю это уже проверено просто я уже многих раз многие растения реабилитирую и знаю что я говорю вот знаю что с ними будет это гибрид шавианы и topsy турви сейчас покажу вам свою моя маленькая я вам когда-то уже показывал что я не сажала из листика вот растет она не очень быстро выросла она с марта только вот до такого размера но все равно вот здесь видно какой она может стать то есть у нее вот загнутые листики это вот от topsy турви толщина листа от шавианы листья тонкие цвет опять же такой симпатичный но во взрослом состоянии розетка будет шикарная кстати вид очень редкий вот еще один гибрид лау эхиверия topsy турви эхиверия экзотика есть пахиверия экзотика голубая а есть эхиверия экзотика вот она конечно сейчас побелела но листики у нее строю не потянута вообще отличная налет этот от лау мамки ставлю фотки покажу какой она будет ну размер растения вот этой от листа до листа вот где-то если вот так смотреть по диагонали сантиметров семь это палочка от цветоноса засохшего то же самое ждущие корешки вот беленький маленький там на корнях то есть корни все живые у растений это одна единственная потягушка rainbow уценка ой забыла свою принести рангу она сейчас вообще у меня малиновая ярко-малиновая такая какая-то розовая поросячий ядерный цвет что ж я забыл это но не пойду это две розетки конечно сильно потянутые хиверия сапсисилис варигат на и ну вид дорогой но это будет пауценки и 2 тоже будет пауценки я вчера переписывалась с девушкой и она мне сказал ну вот я показал ей вот эти растения на готов смотри что у меня получилось показала мне свою раз свое растение вот такое же она к ней пришло она укоренилась она снесла и голову и потом от пня выросло очень много красивущих детей и сказала что голова тоже хорошо укоренилась так что вот ну сапсисилиса они все живучие все живучие быстро растущие неприхотливые ну и наверное варигатная тоже у меня никогда не было варигатный сапсисилис я вот вот это говорю основываясь на обычный сапсисилис но варигатная конечно классная под ярким освещением она дать у нее варигатные стороны они прям вообще всеми цветами радуги переливаются смотрится на необыкновенно красиво вот это растение было куплено как эхиверия симуланс асенсион но это не то растение о котором говорил продавец однозначно симуланс асенсион она совершенно другая она такого бело-зеленого цвета красивая тоже но совершенно не то я не знаю что это за растение по моему я когда-то такое уже привозила может быть порой вспомню как его зовут но факт остается фактом растение не потянутая цвет обалденный середина смотрите какая розовая налет у нее вообще классная конечно что за вид но очень классная ну будет с.п. эхиверия сп вот так вроде какая-то рыженькая до зеленоватая болотная но центр не знаю видно будет вот сейчас я практически ничего не вижу потому что солнце светит но центр у нее прям розовый 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 внутри это эхиверия не знаю правильно произношу или нет color liner растение дорогое пойдет без уценки но небольшое говорю сразу что размер розетки ну наверное четыре с половиной сантиметра где-то но будет она очень классным ну как мы видим она не тянется она кстати нет сушила ни одного листа приехав вообще вот как будто ее заморозили но цвет утерян будет она намного ярче вот поэтому они дорогие вот эти виды что они действительно показывают себя во всех условиях и не тянутся и держат цвет держат окраску вот смотрите ехала в пути и не то что не побелела даже просто вот порозовели у нее маленькие листики в центре ни капли не раскинулись ну в общем удивительно живучие удивительно красивые таковое тут еще не показывал с этой стороны вот эти эхиверии эхиверия треви очень удивительное у них расположение листьев во взрослом виде очень классные они быстро восстановятся все с ними будет хорошо замечательные тоже растение вот это очень редкая вот их три розеточки ставлю фотку так это эхиверия глам пинг не потянулась просто потеряла цвет растение тоже очень интересное быстро но восстановится и то же самое все с ним хорошо будет и будет она красавицей просто вот реальной красоткой таких две розетки 2 абсолютно такая же вообще как близняшки но не стала я просто их выкладывать место нет так что у нас еще осталось вот этот кластер потянутый эхиверия марун хилл когда восстановится будет красивой окраска у нее вообще замечательная темненькая вот это растение пауценки все там живое все там хорошие ну вот просто просто не хватало света 32 дня девочки хочу сказать вам огромное спасибо что вы со мной переживали что вы постоянно меня поддерживали то же самое как и я были в печали за моих корейцев большое вам спасибо не показала я еще отсюда эхиверия мина вот этот кластер как я ее хотела себе как ее хотел но я себе одну оставлю обязательно обязательно смотрите какие вот она потянутой да она будет пауценки но все равно какие у нее листья будто полированные все блестящие розетка когда восстановится ну это будет конечно не быстро потому что потянутость сильная но я ее постараюсь укоренить когда она примется ну где-то через месяц через полтора я и снесу голову кстати вот там листочки которые лезут вот само основание макушечка она уже не потянутая не знаю чё там этому способствовало может быть на нее там где-то свет начал светить но мелкие листики которые вот самом центре розетки они нормальные то есть она сейчас укоренится ей можно отрезать потом будет ствол но где-то пополам ее разрубить укоренить вот эту макушку а пень потом даст деток пень будет конечно шикарный если он будет в весь такой блестящий в детках вообще супер но одна розетка моя а3 вот она еще одна лежит а3 просто наторвалась от кластера а3 будет в продаже по уценке и здесь еще осталось у нас наверное вот этой хиберия и каю как вижу так у меня сразу песня в голове из каких то то ли советского яралаша то ли еще и откуда ладно ла 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 на ла 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 engine х�игелька и тл controle сайте и нашла информацию, что это грабтоверия лала, это гибрид эхиверии лау, ну, видно, что она лау, налет этот именно от лау, и пахифитум аметистинума. Вот такое уникальное растение. Красивое растение, очень красивое. Так, пахифитум аметистинум. Сейчас покажу родителя. Ну, лау, наверное, все знают. Ну, давайте лау покажу тоже. Вот лау, которая является прародительницей многих-многих красавцев, которые показали себя только с положительной стороны. Вот это природный экземпляр, это невыведенный экземпляр. Лау это розетка природная, то есть вид природный. А вот второй родитель этого растения, грабтоверия лала, пахифитум аметистинум. Ну, видно сразу, что цвет она взяла. от папы. А налет она взяла от мамы. Это вот рядом еще грабтопиталум супербум. Вот этот горшочек, он весь реабилитированный, он в продаже. То есть, они были такими же вот неликвидами, пожили у меня и стали красавчиками. Вот супербум начинает наращивать себе новые листики с новым налетом. Это вот эхиверия минима, которая помню, была по оценке, но это вообще даже я продавать не стала, потому что там вообще торчала одна палка, ни одного листика не было. Вот как-то незаметно она прям обросла. Сейчас вот ей чикнуть макушку, садить, и она попрет. Классная. А это вспоминала название эхиверия крысинья ин райн. Вот. Тоже была потянутая, сейчас скомпоновалась. Вот в центре листики уже лезут розовенькие. Ну, в общем, приходит в себя вот эти все растения тоже в продаже. И вот это еще растение в продаже. Это агавоидная эхиверия гилва. Не грабтоверия гилва, а эхиверия гилва. Вот у нее такая интересная форма. Загнутые листики, краснеющие кончики и слегка краснеющая розовеющая тыльная сторона листа. Ну, будет она такой милашечкой. Вот горшок 7 сантиметров. У нее уже где-то почти 7, ну, 6,5. Красоточка тоже необыкновенная. Это все у меня реабилитация. То есть, вот они восстановились и все с ними хорошо. Так, тут я, наверное, все показала, да? Сейчас быстро пробегусь глазами. Кого я не брала в руки? Кого я не брала в руки? Всех брала. Всех. Сейчас загружу вторую партию. Друзья, вот вторая партия. пока выкладывала и перекладывала, солнце уже с вот этого столика ушло. ничего, сейчас буду выносить на улицу, на окно, сетку вынула, буду показывать. Так, это очередной гибрид слау, хиверия, кремти. Классное растение, поменьше, среднее, побольше, но все они по оценке. Сейчас покажу вам, сейчас, сначала покажу вам, ну, какой взять, ну, среднее возьму. Вот, на свет божий, вот так оно выглядит, вот такой у нее окрас. Вот. Теперь покажу вам свой кремти. Ой, пролезть бы. Вот моя кремти. Я не знаю, кто прародитель второй, но Лау однозначно, а второго родителя я не нашла, я не знаю, кто знает, подскажите мне второго родителя. Ну, в любом случае, она шикарная, но я считаю, она классная. Листики жирные, налет мощный, вообще цвет такой изумительный. Вот это растение пришло, оно как эхиверия япана русби, японский русби, русби это, наверное, имя, но японский это значит японский. Но потом, когда я искала фотографии в интернете, ну, чтобы вставить и показать, каким оно будет, я увидела цветущим это растение, и это однозначно не эхиверия, а похиверия. Ну, вот сейчас покажу поближе, потому что цветок у этого растения явно не эхиверия, а похиверия, потому что цветок эхиверия и похиверия различаются. Вот если, допустим, сомневаетесь, что у вас за растение, нужно обязательно дождаться цветения. У эхиверии цветки жирнее и красней, они пузатий, а у эхиверии они вытянутые. Растения, как я уже сказала, будут по уценке, но уценка это значит реабилитация. Реабилитация уже на ваше усмотрение. Что вы захотите с ним сделать? Можно его укоренить, потом отрезать голову, которая нарастет, ну там через полтора месяца, пень даст деток. Можно просто элементарно разобрать его на листике и каждый лист даст свое дитё. Но все равно вот такое растение по уценке мне кажется дешевле покупать и продуктивней будет, кто хочет себе много суккулентов. Это тоже уценка. это эхиверия розы квин. Уценка. Сейчас покажу вам как растет и развивается моя роза квин, которая вообще была из дохлого-дохлого черенка. Вот такое она у меня стала. Но специфика этого растения, когда оно становится взрослым, листья у него начинают складываться вот так один на другой, как вот здесь мы видим. И так происходит по всему растению. Вот видите, уже начинают они складываться. И в итоге получается такой вот бутон розы замкнутый. Классно. Растение красивое. Цвет у нее прикольный. Форма потом будет. Ну сейчас такая она у меня разляпистая форма. Ну вот листики уже видно, что складываются. Один к другому начинает смыкаться. Это красавец Иониум Лилипат. Прям хороший такой. Хороший, хороший. Ну, если купить целый куст, это будет дорого, поэтому он будет продаваться по головам. Вообще куст, конечно, шикарный. Вот. Вот, друзья, три кластера. Один, второй и вот этот третий. Ну, тоже уценка, но растение очень интересное. Сейчас я вам покажу свой, какой у меня стал. Мой вырос из листа, но то же самое, я говорю, его просто можно разобрать на листье. Это растение, но если его никто не купит, я так и сделаю. И каждый лист потом даст по 2-3 детки. Вот я, мой такой погиб, я покупала голову. Как сейчас помню, голова стоила что-то, по-моему, либо 750, либо 800 рублей. И я его посадила, ну, и, наверное, полила, солнышко на него припекло, и он у меня рассыпался на листики. И выжил один-единственный лист. И вот из этого листа где-то, наверное, за полтора года получилось вот такое растение. Что-то я ничего не вижу. Либо мне надо высунуться, либо, наоборот, засунуться. Вот такое растение получилось. Очень красивое. Оно было у меня пожирней. Ставлю фотку, каким оно было. Потом я его пересадила. Оно у меня росло вообще в четверке в горшке. Потом я его пересадила в пятерке. Ну, в пятерке листики, видимо, ему просторно стало, и листики измельчали. Вот чем меньше емкость у таких пухлячков, вообще у всех суккулентов, чем меньше емкость, тем они начинают утолщаться, тем у них листья начинают набирать массу. Вот этот впоследствии, если его не пересаживать, он тоже начнет ужирняться. Будет такой жирный-жирный, как и был до этого в четверке. Ну, красивый. Розеточки плотно друг к другу. Вот три розетки. Родилось из листа. Обалденный. И вот, любую своим увидела у продавца вот эти растения, решила заказать побольше. Ну, а вот они взяли и вытянулись. Ну, ничего страшного. Что ж теперь? Самое главное, что они не гнилые. Самое главное, что они вообще, ну, в плане гнилостности, вообще, ну, вот у меня погиб только один котеледон пенденс. Я вынула просто сухие стволики с массой прозрачных листьев. Все, вот. Это было единственное растение, которое приказало долго жить. Остальные все доехали. Прямо замечательно. Вот это вот тоже будет уценка. Грабтоверия Дебби. Было крупное растение, большое растение. Ну, я вам скажу, даже если оно было не потянуто, сейчас я буду хвастаться. Выращенная Дебби в моих условиях намного прикольней. Вот моя Дебби, смотрите. И опять секрет. Опять раскрываю вам секрет. Смотрите, какая она у меня жирная, какие толстые листья. А почему? А потому что оно не пересажено уже два с половиной года где-то. У нее бедный грунт. У нее корни освоили грунт давным-давно. Вон они там даже торчат, мотаются. И растение сейчас просто набирает массу. Вот к такому выводу я пришла, держа растения, сажая их в тесные емкости. Вернее, не пересаживая. И поэтому вот толщина листьев у моего растения и толщина листьев у этого растения. Почувствуйте разницу, да? А вид один. Ну и ствол тут достаточно толстый. То есть растение немолодое вот это. Ему уже наверняка за два года. Ну, так получается. Вот такой секрет. Покажу. Сейчас покажу еще вот эту дружную семейку. Это тоже гибрид эхиверии Лау. Это эхиверия Ивори. Смотрите, какая красотень. Доехал прекрасно. Чудесно доехала. Какой налет, какие жирные листья. Вот эта розетка очень массивная. Но она не дешевая. Одно из самых дорогих растений, которые вот в этот раз приехали. Но она ужасно классная. Я, кстати, поставила для сравнения свою эхиверию Мексикан Жан. Вот смотрите. Ну, чем-то похоже. Это тоже гибрид Лау. Она же. А почему цвет у нее ярче? А потому что растения, видимо, ну, росли они в разных естественных горшках. И вот это растение было, по всей видимости, просто лучше просушено. И поэтому, когда оно ехало, оно не выцвело, а наоборот окрасилось. Это тоже зависит от полива. И вот эти три растения, они были на одном кластере. То есть, они будут продаваться отдельно по головам, потому что кластер очень дорого. вот. Это вот пять растений, это все один и тот же вид. Эхиверия ивори. Вот это интересное, прям такое интересное. Мне даже кажется, что, ну, там собралось крестатица. Хотя вот крестаты я очень редко встречала. Практически даже и не видела никогда. Может быть, разделится эта голова, не знаю. Ну, по крайней мере, сейчас вот это вот двухголовые растения, они не делятся. Они на одном стволе сидят. Как они себя дальше поведут, неизвестно. Вообще, растение это будет яркое. Если стирается налет, кончики листьев вот такие становятся. Вот как будто кровью они изнутри обкапаны. такие вишневые пятна. На камеру не очень видно. Вживую они ядренее намного. Так, вроде похоже, что они одинаковые. Я думала, что я их уже рассказала. Оказывается, не рассказала. Это гриптопиталом гермес. Ну, какой взять? Вот поменьше, который рядышком и лежит. Возьму гриптопиталом гермес. Гермес. Это будет тоже уценка. Когда реабилитируется, будет невероятно красивый, обалденный. Причем то же самое толщина листьев зависит от условий содержания. Вот в тесном горшке, как я уже сказала, он будет просто наращивать массу листовую и будет пухлым. Вот второе растение. Ну, смотрите, вот у него уже, если вспомнить то предыдущее, у него листики пожирнее. Вид один и тот же. Ну, видимо, вот воспитывался в разных условиях просто. Ну, и последнее растение хеверия колор лайнер или линер, не знаю как. Я, по-моему, перепутала название. До этого были глампинг, а это ну, подпишу, будет все правильно. Растение дорогое, но уценка так, как потянутое. А вообще оно классное. Смотришь на этих червяков, да, они классные. Не, ну, они правда классные. Ну, и, наверное, все, друзья. Наверное, никого не пропустила. Я думаю, что никого не пропустила. Все, всех оговорила. Это вот Ивори, слоновая кость. Это Сагар Джели или Сагар Граптопиталум Гермес. Деби. Это опять Сагар Джели. Это Крем Ти. Это Роза Квин. Это Японский Рузби. Это Иониум Лилипат. Все, всех обговорила. Ну, все, друзья, всем спасибо за просмотр. Как и всегда, вот после привоза на Авито я ничего не выставляю, потому что у меня нет времени. Надо фотографировать. Вот сейчас я уже солнце ушло, уже сфотографировать, я ничего не смогу, потому что фотки будут мрачные. То есть вид растения будет совершенно другой. Поэтому дождусь завтрашнего дня, отфоткаю, ну а потом буду работать с заказами и уже то, что останется, я потом всегда выкладываю на Авито. Поэтому, если вы хотите купить что-то, пишите мне на WhatsApp. На WhatsApp отвечу сразу, а с Авито у меня не приходит оповещение. Поэтому Авито я открываю только тогда, когда сама туда захожу. Все. Вот. А WhatsApp у меня на связи постоянно. Ну все, друзья, всем спасибо за просмотр. Ну а закончу я видео вот на этой положительной ноте. Очень много из этих растений, реабилитенки, такие, что на них было страшно глянуть. Но ничего, прошло время и вот все стало красивым, все цветет, колосится. Цветоносы эти скоро надо будет срезать. Вот. Так что все в наших руках, друзья. Наши заботливые ручки, наши яркие лампы, наше яркое солнышко, наша мягкая водичка с уровнем PH. с тем, с каким положено. Ну, можно и жестким уровнем, ничего страшного. И все у нас будет с вами хорошо. Ну, все, друзья, всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Всем добра и счастья.